КОНКУРС КОНКУРС Ну, нужно как-то эту красоту нам показать. Думаю, что девочки достойны того, чтобы выступить на конкурсе, показать себя. И вот так родилась идея провести конкурс именно для девочек из района. По поводу участниц. Девушки из района, у них не было ни модельного прошлого, не было никаких задатков. И каким образом они могли принять участие в вашем конкурсе? Они прошли строгий кастинг. Забыли, как строгий. Да, по поводу строгости кастинга, какие критерии были все-таки? Кроме того, что вы просто ездили и их видели. Нет, ну то понятно, что у нас организаторы проводили кастинг, они их выводили всех на питборах, смотрели, как девочки двигаются, как они разговаривают. То есть из общего количества претенденток осталось только определенное количество? Да, 10 претендентов. 10 претенденток, а сколько общее количество было желающих? Ой, я вам не скажу, но они подходили, уходили, просто они же не стояли нигде в кучке, чтобы их посчитать. То есть кастинг был этот на протяжении определенного периода времени? Да, да. Мы немножко его продлили, потому что в первый день пришло немного участниц, а потом девочки поняли, что это кастинг. После такой поддержки информационной Яны, то многие начали звонить, а мы, мы, мы хотим. Нам пришлось еще позицию, тебе. Я хочу просто добавить очень важный момент. Кроме того, что это конкурс красоты для девушек, очень, самое вообще красной нитью, это то, что девочки из периферии, из сел. Вот, например, представь ты, Инна, что ты живешь в селе, допустим, Комсомольское. Ну что ты входишь в школу, как ты можешь поучаствовать в конкурсе красоты? Ну, скажите, районный какой-то конкурс, а в школе, сельском клубе. Это что-нибудь такое, а это девочки, которые нет никакого модельного прошлого, ну, большинство, там некоторые есть моделингов занимались, но это из города. В селе нет, к сожалению, никаких возможностей, их поместили в идеальные условия, конкурс организован на очень высоком уровне. Про идеальные условия, что это были за идеальные условия? Ну, во-первых, конечно же, девочки должны будут выступить, там есть танцевальные номера, они должны правильно двигаться, как модели. Конечно, ну, нет, они не умели этого делать. Занимается хореографией группа танцевальный клуб Слайс. Ну, то есть, мы знаем, кто это и знаем, насколько... И что они делаете как-то. Да, и насколько это высокий уровень, действительно. Для девочек это помимо того, что они уже научились это делать, это очень хороший опыт, и дефилировать даже по своему силу они уже будут очень красиво. Сразу будет видно, что вот идет участница Королева Папуртина. А по поводу нарядов тоже, не каждая девочка из периферии может себе позволить несколько вечерних нарядов для разных конкурсных дней и выходов. Конечно, организаторы позаботились об этом также, поэтому огромное спасибо организаторам. Я не буду сейчас показывать, кто, но на самом деле это очень круто. Вот, допустим, я знаю, что я не участвовала никогда в конкурсе красоты, но моя сестра участвовала. Ну, к сожалению... Ну, ты просто понимала, что нет шансов ни у кого, и все. Я знаю, насколько это дорого, какие это деньги нужно, там, за участие, это за все нужно заплатить, а тут девочки не платят абсолютно ничего. Идеальные действительно условия. Да, поэтому я думаю, что все, кто нас смотрит сейчас, в следующем году штурмуем Королева Папуртина. Прошел жесточайший отбор, как было сказано, кто отбирал девушек, кто был членом жюри и кто будет? У нас еще жюри на тот момент не было, жюри только сейчас сформировалось. А на тот момент это были организаторы, ребята из города, хореографы, постановщики. То есть те, кому потом бы надо было с ними работать? Да, да, да. А кто сейчас, вот только сформировалась ячейка жюри, кто будет входить? Туда входят наши партнеры, те, кто будут дарить подарки. И это профессионалы, которые постоянно участвуют в жюри. Я сейчас там по именам, фамилиям не вспомню, но модельное агентство, я. Скромные слова. Представители салонов красоты, фитнес-клуба. То есть те, кто действительно занимается танцевой. Те, кто знают, понимают, что такое красоты. А по поводу подготовки участницы, потому что, понятное дело, один раз показать движение, если не умел танцевать, то ты сразу и не повторишь. То есть нужна какая-то тренировочная база и необходимо определенное время. Конечно, у них петиции постоянно, практически каждый день проходят. Они как-то живут сейчас в Николаеве или ездят постоянно? Нет, благодаря организаторам организовано. Ну, опять же, ну смотрите, ну действительно. Нам надо какое-то техническое, чтобы каждый раз воздушение делать. Да, но действительно все организовано на высшем уровне. Делать понятно, что, например, березанка. Сейчас видим видео с репетиции. Да, можно посмотреть. Вот девочки наши, красотки. Снимать их было, честно, одно удовольствие. Делала видео-визитки. Ну, они просто идеальны. И помимо того, что они красивые, каждый из них это отдельная история. Вот там, например, Стефания Чаплыкина, девочка, которая воспитывает своих братьев. Лидия Куцерубенко, которая очень милая, прекрасная малышка, которая учится еще в школе. И просто звезда в школе своей. И также очень, вот каждую, которую не возьми, одна спортсменка, одна любит путешествовать. Например, Саша Серегина. Ей 16 лет, она объездила практически всю Украину самостоятельно. Просто человек любит путешествовать. И когда я у нее спрашиваю, зачем ты принимаешь участие, она говорит, ну просто мне прикольно, нравится, хотелось я попробовать. А вот возрастные рамки у девушек какие? Были 17-27. Ну, самая взрослая у нас девочка 25. 25. А самая молоденькая, ну, пришли девочки 16. Они написали, их родители их отпустили. Это, кстати, отдельная история, надо было отпросить у родителей девочек. Было очень весело смотреть, как мамы приходят, такие, ну что это, модельная какая-то, что это, что это. Ну, знаете, вот эти все стереотипы, они приходят. Где продюсер, да? Да, и просто видно, что когда смотрят на ее дочь, видно, что мама такая вот с такой гримасой, она так оттаивает. И уже, я смотрю, она сидит просто гордится, что ж ей доча. Но все-таки, возвращаясь к теме тренировочного лагеря, что это и как? Они ездят ежедневно на репетиции или где-то они в Николаеве сейчас? Нет, они, ну, не каждый день, но практически каждый день. У них раньше было раз в две, два раза в неделю, потом уже понятно, что все время-время уже сточилось, и каждый день практически они были в Николаеве. По поводу географии, это с каждого района по участнице или как это? Ну, кто захотел, это Березанка у нас есть. У нас затея сначала была делать это в том районе, где я и работаю, и занимаюсь там своей социальной деятельностью. Я думал, что это будет районный конкурс. А потом на кастинг приехали девочки из соседних районов, потом добавились девочки из города. И мы уже поняли, что это будет такой между собойчик между тремя районами и городом. И увлеклись этим главы администрации районов. Мэр города Николаева тоже там стал уже болеть за своих девочек, и поэтому мы их всех пригласили. И стал это вот такой, я не знаю, областной, межобластной, межрайонный. Ну вот, в общем. Это очень круто, что отклик действительно есть. Помимо того, что они поддержали, вот, мэр, администрация Очаковского района, Березанского района, Николаевского, даже Николаевского района. Приятно, что из Березанского района. А кто будет из Березанского района? Стефания Чуплыина. Все, будем за своих болеть. У нас есть страничка в Фейсбуке, поэтому если подписываете, заходите в Фейсбук, набирайте Королева по Божьей конкурс красоты, это мы. И там главы района пишут, что вот я болею за тут. Ну, то есть отклик действительно есть, зацепило. Даже меня сейчас зацепило, надо зайти из-за своих поддержек. Конкурса будет проходить 12-го числа. Кто может прийти и посмотреть на ваших конкурсантов? У кого есть вот такой пригласитель? У нас вот по пригласителям. Их напечатали 500 штук, да, кажется? И два пригласительных у нас сегодня сейчас есть. Да, это самое вообще... Это практически последнее. Да, наверное, вообще последнее. Наверное, последнее. Вот сейчас мы держим, и вы, друзья, имеете возможность их выиграть. Поэтому звоните в студию. Но нужно ответить на вопрос. Какой? Мы усложняем задачу. У кого из конкурсантов дома живет 7 кошек? Для того, чтобы узнать ответ, нужно зайти на нашу страничку YouTube, канал Королева Побужья, просмотреть видео, а не коротенькие видео-визитки по минуте, и вы точно узнаете, девушка об этом говорит. И, пожалуйста, два пригласителя. У вас. Будет весело. Поэтому до конца эфира, до 10.30, у вас есть возможность это сделать, поэтому постарайтесь, постарайтесь. Ну что ж, и такой финальный вопрос, я думаю, что он понятен, прагматичен. Какие призы? Какие подарки? Я так понимаю, если заинтересованы главы райрат, если наш мэр заинтересован, то явно от них должен тоже быть спецприз какой-то. Все готовят подарки. И подарки до сих пор готовятся, до сих пор люди, которые участвуют, мне звонят. А мы вот, там же наша девочка участвует, мы же хотим ей подарок подарить от нашего предприятия, или там от администрации. И я сейчас вот так вот список пишу туда-сюда, переписываю, у нас есть номинации, кто будет какой номинации дарить, потому что тут добавилось, тут еще на эту номинацию уже три человека хотят подарить. Поэтому подарки идут, 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 накапливаются, накапливаются. Я думаю, что до последнего дня мы будем их распределять и думать, да. То есть девочкам визитки грузоперевозок можно уже давать. Вывозить нужно будет, да. И те купальники, в которых они будут выступать, футболочки им дарят, предоставляют. То есть там действительно много будет подарков. Ну а самые главные подарки это денежные. За первое, второе, третье место у нас 10, 5 и 3 тысячи гривен. Неплохо, я хочу сказать. Хороший старт. Хороший старт для модельного бизнеса. Научили, выпустили на сцену, еще и денег дали, подарки дали. Поэтому отлично. Ну что, спасибо большое вам за то, что пришли и проанонсировали. Напоминаем еще зрителям, что есть возможность получить два пригласительных на 12 число, 18.00. Прийти и посмотреть на конкурс красоты. Поболеть за своих фаворитов.